Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас гостят директор медицинского центра «Вера» Марина Тихонова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ваш центр существует уже больше 19 лет. Расскажите, пожалуйста, на чем вы специализируетесь? Мы занимаемся лечением ожирения, мы занимаемся герудотерапией, лечением пиявками, мануальной терапией, которая сейчас перешла уже в кинезиотерапию. Но большинство, во всяком случае, мануальных терапевтов города занимаются именно кинезиотерапией. Наверное, наиболее актуальное сейчас лечение ожирения. Проближается пляжный сезон, все мы хотим хорошо выглядеть в купальных костюмах. Есть ли какие-то ограничения? Кто может стать клиентом? На кого подействует наиболее эффективно? Поскольку у методики нет ни абсолютных, ни относительных противопоказаний, то действительно может прийти тот человек, который решил похудеть. А худеть у нас достаточно комфортно, и методика достаточно комфортная для того, чтобы похудеть. Расскажите подробнее как раз о методике, что предстоит делать? Метод изумительный. На самом деле мы уже 21 год работаем с этой методикой. И метод позволяет худеть, не прикладывая особых усилий. Этот метод называется суджок терапии. Это микроакупунктура. Маленькие иголочки ставятся на пальчики рук, на пальчики ног. И они просто чудесное действие с организмом производят. Пропадает аппетит. Ведь большинство таблеток, которые для похудения едят с большим кучем побочных эффектов, они направлены на то, чтобы убрать аппетит. А эта методика сама по себе хорошо убирает аппетит. Мало того, что у вас аппетит пропал, начинает перестраиваться гормональная система, и щитовидная железа, и поджелудочная железа. И у вас идет отсроченный очень хороший эффект. То есть вы закончили курс уже, а курс у нас длится месяц. А у вас все продолжается метод похудения. И основной вес после нашей методики уходит с 3 по 6 месяц. То есть первый месяц, пока пациент ходит к нам в клинику, вес начинает раскачиваться. И здесь люди могут сбросить от 3 до 12 килограммов, если это большой вес. Если вес запредельно большой, больше 150 килограммов, сбрасывают за курсы 19 килограммов. Просто если посмотреть процентное соотношение веса большого, и кто-то с небольшим же весом приходит, где даже не ожирение, а немножко излишнего веса, а человек все равно хочет привести себя в порядок, то получается 19 килограммов не так уж и много для такой фигуры. А тот вес, который уходит с 3 по 6 месяц, это уже идет... То есть он уже как по накатанной как будто бы идет. Будет ощущение, что ой, я уже ничего не предпринимаю, ничего не делаю, а вес продолжает уходить. То есть я правильно понимаю, что никаких тренажерных залов, никаких диет? В тренажерный зал, если хочется пациенту, пусть он ходит, потому что мышечная масса, все знают, вытесняет жировую массу. Это наоборот плюс для пациента. А наша методика позволяет просто гармонично худеть. Вот действительно эффект настолько чудесный, что появляется ощущение, все как будто бы уходит само по себе. И еще, это не кодирование. Здесь не нужно верить или не верить в методику, в эту. Она работает довольно объективно. То есть на физическом уровне, а не на психологическом? Она на физическом, но психологический уровень включается на иглоукалывание. Кто иглорефлексотерапевт, может мне скажет, там и седативный эффект. Поэтому не будет пищевого невроза. Там и хорошее настроение, потому что иголки поднимают энергетику. Это дает легкость, это дает подвижность. Поэтому человеку уже не хочется лежать или лениться, ему хочется двигаться. Поэтому вот вам психологический уровень. Вы сказали, что можно скинуть и 19 килограмм. Но ведь тогда получается остается обвисшая колья. Что с ней делать? Вот как ни удивительно, на суджок терапии кожа сильно не обвисает. И первое, что замечает пациент, что у него все подтягивается. К нам даже приходят, говорят, как будто я в фитнес-зал ходила. Но это не спортивные дамы, которые приходят и говорят, как будто я в спортзал ходила. Здесь нет такого, когда человек сам садится на диету, и у него действительно все обвисает, и торгер мышц падает. На суджоке нет. Здесь, наоборот, подтягивается. Но если вес очень большой, то здесь поможет мезотерапия. Мезотерапию мы проводим немецкими препаратами фирмы Хель. Это абсолютно безопасные препараты. Они не имеют побочных эффектов, потому что это экстракты минералов, трав. И они работают таким образом, что подтягивают как раз торгер, а побочки никакой не дают. Вы уже упомянули, что, в частности, на щитовидную железу идет воздействие на поджелудочную железу. Многие же боятся гормональных средств, потому что идут спрои в организме, как здесь. Смотрите, мы не предлагаем никаких гормональных средств. Мы-то как раз лечим с помощью иглоукалывания. Просто иголочки ставятся, пять иголочек ставятся на точки соответствия щитовидной железе. Ставятся по меридиану поджелудочной железы. Кстати, у больных с сахарным диабетом второго типа поджелудочная железа начинает оздоравливаться, и сахар приходит в норму. И это не казуистика. Это на самом деле так. Это большой опыт, огромный, я бы сказала, за эти 20 с лишним лет у нас, когда пациенты уже похудевшие приходят, повторяют эту методику для того, чтобы восстановить уже сахар в крови. Человек слаб. В какой-то момент он где-то выпил, где-то съел больше. А здесь при этой проблеме необходимо действительно держать строгую диету. Не у всех это получается. И когда человек повторяет наш метод су-джок терапии, у него опять приходит сахар в норму, и на какое-то время ему этого хватает. Кстати, о питании. Нужно ли как-то специально питаться для того, чтобы поддержать эффекты? Вообще, через сколько он пропадет? Когда человек приходит на первый сеанс, мы подробно рассказываем, как правильно построить питание. Но питание мы строим таким образом, что мы не отбираем продукты, а говорим, как правильно распределить питание в течение дня. Это достаточно легко. Во-первых, я уже сказала, что аппетит пропал. И даже здесь эффект такой, что не просто аппетит пропал, очень быстро идет насыщение. Начинаешь есть, я себе тоже ставлю эти иголки. Я знаю, какие это ощущения. Расчудесные. То есть вы начинаете кушать, и у вас очень быстро приходит насыщение. И даже некое разочарование бывает, что ну вот я еще ничего тут не попробовал, а уже наелся. Тяга к сладкому пропадает на самом деле. Тяга к сладкому пропадает до отвращения. Даже вот многие пациенты говорят, что я целое яблоко не могу съесть. Оно кажется приторно-сладким и съедает только пол яблока. Вот чем хорош-то метод, что вы ни за что не сможете объесться с этим методом. Прямо немного съел, все, насыщение быстро. Еще. Из-за того, что оздоравливается поджелудочная железа, невозможно съесть ничего жирное. Сразу начинает тошнить. Кстати, если человек в силу привычки после первых сеансов еще доедает после момента насыщения и видит какой эффект, через час, вот если человек уже ест, а не хочется ему есть, через час действительно начинает тошнить. То потом он уже привыкает трапезу заканчивать в тот момент, когда мозг послал вот этот сигнал, все, я сыт. То есть восстанавливается такой баланс между телом и сознанием. Мы даже пациенту на первом сеансе говорим, вот хоть мы на пол сырники наелся, выходите из-за стола, иначе вот не очень приятные будут ощущения потом. Ну вот, к счастью, наши пациенты привыкают к этому, едят потом маленькими порциями. Питание дробное. Ну, все про это питание знают, что нужно питаться дробно. Это необходимо для того, чтобы разогнать обмен веществ. Придете ли вы в фитнес-зал к тренеру, придете ли вы к диетологу. И любой доктор вам скажет, для того, чтобы похудеть, надо разогнать обмен веществ. Мы его разогнать можем только одним способом, не делая больших перерывов между приемами пищи. То есть не нужно кушать так, позавтракал, потом ушел на работу, про еду вообще забыл, хорошо, если еще попил водички. Вот, а потом в ужин наелся. Наелся потому, что, во-первых, долго не кушал, а во-вторых, потому что, ну, то есть проголодался человек. Вот, а еще потому, что пришел, расслабился и благодаря этой еде он получил удовольствие. Вот, чтобы такого не происходило, мы как раз пациента учим, чтобы он брал с собой перекусы. Ну, даже если он в дороге, горсть орехов можно с собой взять, можно взять с собой яблоко, можно взять с собой штучки 4-5 чернослива. Это уже маленький перекус. А если проголодался, мы тоже говорим, что лучше в этот момент перекусить. Нет никаких жестких ограничений у нас. Никто из пациентов нам не сказал, что они уходят от нас голодными. Даже так. Да. Как проходит сеанс? Насколько много иголок придется воткнуть? Ну, это пускай не боятся, потому что ставится пружинным инъектором, и иголочка входит очень быстро и практически незаметно. Иголки тончайшие, маленькие. То есть люди думают, что вот большие, вот такие акупунктурные иголки, кстати, если их ставить в биологически активную точку, она достаточно чувствительная. Но врач, вот хотел сказать умный, врач профессиональный поставит ее так до первого ощущения. Так вот, суджоковские иголочки, это вот такие малюсенькие иголочки, они действительно маленькие. Они ставятся только на пальчики рук, на пальчики ног. Суджок, гармонизация идет быстрее, чем на классической акупунктуре. Это уже давно проверено. Если классическая акупунктура требует курс, через какое-то время повторения курса, то суджок работает прямо на сеансе. Я могу вам сказать даже, что если пришел человек-гипертоник с высоким давлением, мы ставим эти иголки, и уже через 10 минут давление у гипертоника падает на 25 единиц. То есть эффект идет, по сути, на игле. И сколько нужно сеансов для того, чтобы достичь желаемого эффекта? К нам ходят два раза в неделю. В течение месяца делается 8 сеансов суджок. Одновременно ставятся малюсенькие иголочки на ухо, чтобы сразу пропал аппетит. Суджок – методика, которая идет как будто бы по нарастающей эффект. И уже после 5-6 сеанса вот как раз приходит то самое насыщение, о котором я говорила. А если поставить одновременно иголочки в ушко, там есть такие чудесные 17-18 точки аурикулярные, которые подавляют аппетит, то, по сути, пациент уже с первого сеанса комфортно худеет. Ему не приходится испытывать вот этот вот ужас голода. Это как пациент говорит, говорит, я завтра, у нас даже бывают такие пациенты, я завтра к вам приду, а сегодня я наемся. То есть думать, что с завтрашнего дня ему придется голодать. Нет, не придется. Поэтому пациенты пускай приходят к нам и даже не думают, что это будет жесткий какой-то метод похудения. Есть ли какие-то ограничения по возрасту, по полу? Мальчики тоже могут воспользоваться? Мужчины ходят, да. Мужчины активно худеют. У них обмен веществ природы заложен более быстрый. И поэтому они, кстати, худеют гораздо быстрее, чем женщины. Да, у них действительно более быстрый обмен веществ. И на них методика еще даже лучше действует. Что касается ограничения по возрасту, если ребенок в 6 лет, сейчас уже и дети стали полненькими, если ребенок в 6 лет даст поставить эти иголочки, то в принципе можно. Но обычно мы с 10 лет детей берем. А что касается крайнего возраста, вот у нас были даже две сестры 84-86 лет. Да, здесь нет, я уже сказала, да, что у суджока нет ни абсолютных, ни относительных противопоказаний. Противопоказанием являются только психические заболевания. Ну, это все знают, что и не берут с этими проблемами. И беременность. Все. Ну, это не патологическое состояние, это физиологическое, да, временное состояние. Вот, со всеми остальными проблемами можете приходить, потому что чувствовать себя намного лучше будет. А дышка пропадает. Я уже сказала, что давление нормализуется, сахар приходит в норму. Только положительные эффекты. Кстати, у кого бессонница, сон восстанавливается. Да. Метод вот так гармонично влияет на организм, что и нервную систему приводит в норму. Это не единственный профиль, на котором специализируется ваш центр. Есть еще. Это, например, герудотерапия. Да. Пиявки. Казалось бы, еще натуральный метод. С чем он может помочь? С чем борется? Методика тоже замечательная. Я люблю герудотерапию, потому что порой она решает те проблемы, которые сходу не решишь таблетками. Ну, скажем, послеоперационные осложнения, когда сильнейший отек, этот отек мгновенно уходит на пиявочках. А вообще гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен – это те проблемы, с которыми сейчас приходят. Сейчас клиники, где проводят ЭКО, посылают к нам, чтобы мы перед ЭКО ставили пиявочки, то есть с бесплодием тоже борются. Да. Ну, аннекситы, простатиты – это все показания для пиявок. Я уже не говорю о том, что кто любит выпить пиво, а сейчас уже не пиво, а пивные напитки, печень увеличивается. Все печеночные пробы приносят даже парни 33-х лет. Там, как у старика, бывают настолько плохие печеночные пробы. А после пиявок все приходит в норму. То есть почистить элементарно печень можно. За счет гиалуронидаза пиявочка рассасывает кисты, миомы, ставится на мастопатию. Она достаточно много решает проблем пиявка. Поэтому сейчас увеличилось количество людей, которые приходят на гирудотерапию. Это практически без побочных эффектов проходит. Та проходящая аллергия местная, когда покраснение кожи вокруг укуса пиявочек – это временное явление. Оно быстро проходит. Как правило, уже к пятому сеансу организм привыкает к тому веществу, которое вызывает такую легкую аллергию. И дальше уже идет только лечебный эффект. Куда приходить? И в какие часы работают? Мы работаем по записи, поэтому предварительно нам звоните. Телефон наш 24-10-50. Находимся мы Полонского, 19, корпус 1. Это рядышком с остановкой цирк. Отлично. Есть ли какие-то летние акции сейчас, специальные предложения для клиентов? В июне у нас, как правило, всегда проходит акция. Вот сейчас она будет с 10 по 17 число. Всем пациентам, которые пришел к нам худеть, бонусом будет золотая иголочка, которая ставится на ушко в те самые чудесные точки, которые подавляют аппетит. Она ставится на полгода. Все эти полгода, пока она стоит, аппетита нет. Поэтому человек продолжает очень здорово даже худеть. Спасибо за интересную беседу. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Марина Тихонова, директор медицинского центра «Вера». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова